Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У нас здесь опять же тоже 4 Поэтому давайте введем 4 Ничего здесь особенного У нас уже нажата кнопка 4 Осталась с прошлого раза Тогда посмотрим что у нас здесь У нас были близнецы Да у них 8 конечностей Да конечно 2 ребенка 8 конечностей имеют Вполне логично И на последний у нас был Кто у нас стрелец Стрелец у нас является Кентавром Да И у него 4-6 Конечностей конечно Давайте ну-ка И да Мы Получили какой-то огромный булыжник Посмотрим что это Это камень времени Камень времени Что нам с ним делать Простите С тем камнем времени Может Слушайте У меня появилась идея Камень времени А вы помните Что Ой-ой-ой Промазала Ха-ха-ха Ну подходи Так вот что я хотел сказать Камень времени У нас же были часы Которые Находились у нас Конечно же Не здесь В больнице Но это в общем нигде Но почему-то все-таки По большему количеству мест Это является Больницей Мы все-таки В основном Находимся В алхимиле У нас была дверь За которой Которая вела Конечно Не в подвал А вела нас В антикварную лавку И там были часы И Конечно Это полный бред И совершеннейшее безумие Тут Нет К сожалению Мы не туда зашли Не через дверь В подвал Мы туда попали Я сейчас Вспомнил Полное безумие Никакого смысла Вообще Совершенно Не имеет Но Этот камень Времени То есть Камнем времени Мы должны Разбить Видимо Вот У часов Вот здесь Вот Эту стекляшку Как я понимаю Вот Он говорит Из-за закрывающего Циферблат Стекла Я не могу достать Ну Камень времени Большой камень С изображением Часового циферблата Ну Да И знаков зодиака На основании И куда же ты его вставил Ха Удивительно Я думал Что он Оу Ха Ну Видимо Да Он вставил его В основание Хотя нет Вот Опять же Все таки Все таки Конечно В этом Есть смысл Безусловно В этом Есть смысл Давайте Сохранимся Я думал Что он Глупо Разобьет Стекло Хотя Так и надо Было Сделать Ну На самом Деле Ну Честно Так и надо Было Сделать Как же По другому Это еще Это же Логично Причем Разбить Стекло Не камнем А вот Вот этой Киркой Которую Держит В руках Это бы Было Намного Логичнее Итак Вот здесь Вроде у нас Хагит Нет Это Фалег Хагит Значит Это Конечная Дверь Да Использовал Ключ Хагита Ну Посмотрим Что Находится За этой Дверью Пока Что Здесь Ничего Мы Находимся Опять же Оооо Мы Открыли Доступ К лифту Это Ведет За собой Очень Много Бед Так Как Мы Можем Отправляться В Совсем Разные Места А Разные Места Подразумевают Что Вы слышите Этот звук Страшный Звук Видимо Уже И так На первом Пойдемте На второй Подразумевает Множество Монстров Различно Очень Очень Много Конечно Хочется Сказать По Сайленд Хилу По Истории Всего Но Встречаются Места Которые Хочется Приходится Комментировать Немедленно Так Вот Я Хотел Сказать Во Время Того Когда Мы Будем Убивать Этих Медсестричек Веселых Про Знаки Самоэля И Знаки Метатрона Ну Вообще Ух ты Как она В нас Впилась Вообще Эти Метатрон Самоэль И О чем Идет Речь Вообще Религия Сайленд Хилла Она Основана На Религии Кабалы И Очень Много Связано И С Кабалой В Религии Сайленд Хилла И Как раз Из Кабалы Берет Своё Начало Вот эти Самоэля Метатрон Кто Они Вообще Были Самоэль И Метатрон Это Были Ангел То есть Это Был Один Очень Могущественный Ангел Который Уравновешивал Себе Добро И Зло Но Впоследствии Как Водится Добро И Зло Разделилось На Две Части Это Самоэля И Метатрона Самоэль Был Злом А Метатрон Добром По сути Знак Самоэля И знак Метатрона Это Одно И Тоже Ничем Он Не Отличается Потому Как Собственно И Ангелы Эти Были Это Одно И Тоже Представляют Собой Одно И Тоже Но Вот Разница В том Как Употребляются Их Упоминания То есть Далее Например Нам Говорит Что Олеса Использует Знак Именно Самоэля А не Метатрона А Мы знаем То есть Олеса Как бы Думает Когда Она Его рисует Она Думает Что Она Рисует Именно Знак Метатрона Вообще Очень Многое В игре Зависит От Так Сказать Веры Веры Именно Олесы Мы Собрали Предмет Мы Взяли Кольцо Связь Баум И Жезл Меркурия Выход На улицу Прям Здесь Появился Да Я Уже Ничего Не Удивляюсь Потому Что Это Нигде Полное Безумие Именно Из-за Веры Олесы В Что Это Начинает Иметь Силу Если Бо Олеса Не Верила И Мира Этого Не Было Но Она Его Создала Своим Мощным Сознанием Или Подсознанием Как хотите Так Называйте Кстати Говори И Флаурус Тоже Является Простой Безделушкой Совершенной Безделушкой И Это Упоминается Так же Несколько Несколько Раз В Третьей Части Что Просто Кусок Мусора И В общем То Он Никакой Смысловой Нагрузки Не Несет Но Только Потому Что С самого Детства Валесу Вдалбливали Вот Дали Именно Вдалбливала Всю Эту Ересь По Поводу Религии И Прочего Именно Вдалбливей Сайлент Хилла А не Какой Либо Другой Хотя Конечно Это Производная Кабалы Безусловно Поэтому В Одессе Немни Это Как раз И Имеет Смысл И Именно Поэтому Флауру Заставляет Олесу Потерять Силу И Уже Попасть В руки Дали Итак Мы Прошли Через Эти Двери В общем Теперь То есть Вы поняли Да Мы сейчас Со второго Этажа На первую Попадаем Пользуясь Всего Одной Дверью Да Это Круто Забавно Я Уже Просто Здесь Нет Карт Я Иду На Бум Проверяю Все Двери И Кстати Вот Кабинет Директора С разбитой О Мы Видим Какую-то Шкатулку Что Это Это Фотоаппарат Взять его Ничего себе Вот это Фотокамера Вот это Старье Зачем-то Он нам Пригодится В будущем Так В какой Двери Я еще Не был Вообще Откуда Я пришел На самом деле Я уже Не запоминаю Забыл уже Совсем По-моему Пришли Из Начала Коридора Конечно Не все Еще Безусловно Рассказано Как я И говорил А это Что у нас Стальная Пластина Привинчена К стене Шурупами Ну Все Все Мы же Взяли Отвертку В предыдущей Части Значит Сейчас Ей Воспользуемся Тут Одно К одному Кусочки Пазла Собираются Воедино Надеюсь На нас Никто Тут Не выскочит Не выпрыгнет Когда мы Открутим И да Мы нашли Еще один Ключик Это Ключ О как Провода К нему Подключены Ключу Подведен Ток Если я Дотронусь До него Меня ударят А у нас Ничего Нету Чтобы Как-то Нам Защититься Так сказать Связующее Кольцо Ржавое Массивное На вид Кольцо Из Неизвестного Металла Здесь Нельзя Применить Да И у нас Нет конечно Ничего Резинового Видимо Значит Нам Придется Отключить Этот Ток Да Как я Понял Ножом То мы Не выковырали Мы его Только взять Можем Применить Его нельзя Значит Нам Нужно Пойти И отключить Ток Где-то Здесь Должен Быть Так сказать Выключатель Или Генератор Не делюсь Я что Просто Посреди Коридора Будет В воздухе У нас Парить Может Происходить Все что Угодно Уже Мало Что Удивляет И Самое Конечно Гадкое Что У нас Нет Карты Этого Места Потому Что Это Место В общем То И Не Существует Как Оно Может Существовать Если Мы Из Одного Переходим В Другое Это Просто Кошмар И Выдумка Леса И Сейчас По сути Мы Просто Решаем Пытаемся Решать Именно Те Головоломки Которые Ее Больной Разум Для Нас Так Сказать Родил Мы Еще По моему Не Были На Третьем Этаже Давайте Наверное Куда Сходим Он То И Должен Видимо Решить Наши Проблемы Третий Этаж А Может Только Добавит Их Кто Знает Слишком Конечно Объемна История Сирии Silent Hill И вообще Вот эта Вся Атрибутика Невероятно Объемна И Если Вы Действительно Зантересовались Я Очень Советую Прочитать Вам Плот Анализис От Silent Pyramid Я Очень Много Оттуда Цитирую И Мы Видим Олесу Молящуюся У Алтаря И Конечно Тут Ее Призрак Исчезает Безусловно Это не Олеса Это Ее Призрак Всего Лишь Давайте Посмотрим Что у нас Здесь Смахивает На Какой То Алтарь Интересно Кому Они Тут Поклонялись Ну Поклонялись Они Вот Этому Богу Демону Которую Придумала Далее Свет Грядущего Посмотрим Что написано В другой Картине Которого Далее То ли Выдумало То ли Еще Что И Свет Во Тьме Светит И Тьма Не Объяла Его Ну Ка Тут У Нас Что Ага Какие-то Непонятные Символы Дощатый Пол Как будто Мы находимся У кого-то На чердаке О как То есть Весь Третий Этаж Это Вот Собственно Все Это Да Ну Локации Конечно Превосходные Так Что у нас Было Свет Светит И Давайте Еще раз Прочитаем И Свет Во тьме Светит И Тьма Не Объяла Его Ну Может Нам Фонарик Применить Если Это Возможно Свет Грядущий Давайте Попробуем Фонарик Применить Посветить Что На Картину Где У нас Фонарик Нет Только Можно Включить Выключить А Фотик Фотоаппарат Со Вспышкой Во Как Ну Ка Точно 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 И Что У нас Здесь Треугольник Какой-то Угол Стрелка О Как Символы Проявились Давайте Сфоткаем Другой Вот Как Используя Фотоаппарат Со Вспышкой Мы Мы Как раз Проявляем Эти Символы Так Сказать А Здесь П Плюс П Плюс Треугольник Понятно Ну давайте Правую Сначала Откроем Я не знаю Что тут Что тут Будет Хорошего Видимо Нужно Нажать Да Кнопочки Как Нарисовано На картине Это В принципе Очевидно Тут Был Треугольник Так И Здесь У нас Плюсик Был Вот так Отлично Открыли Давайте Посмотрим Что Нас Там Ждет Нас Ждет Хелс Дринг И Да Это Кабинет Директора Как Вы Можете Уже Видеть Посмотрим Что За Книга Можно Ее Прочесть Почему Я Не могу Ее Прочесть Ну Что Сюда Зашли За Хелс Дринком Серьезно Вообще Я читал Что Некоторые Книги Нельзя Прочесть То Есть Прочтение Их Зависит От Каких То Событий Что Ли Произошедших В игре Или Как То Так Я Даже Не Знаю То Не Всегда Как Так Сказать Книги Доступны Справочник По Ботанике Мне Незачем Сейчас Читать И Это Он Тоже Не Хочет Читать Так А На Полу У нас Что Вот Еще Одна Книга На Полу Гарри Не Хочет Читать Как Бы Я Не Пытался К сожалению Ну Гарри Ну Прочитай Я Думаю Там Будет Офигенно Полезная Информация Нет Он Не Хочет Ее Читать Как Не Хочет Читать И Вот Эту Книгу Которая Здесь Лежит Да К С С С С С Он Не Хочет Эту Книгу Читать В Принципе Прочитать Всю Литературу Можно На Сайте Если Заинтересуетесь Я Скину Ссылку Так Какие У нас Были Символы Я Забыл Вверху Треугольник Угол Стрелка Так Треугольник Жалко Что Не Хочет Читать Действительно Жаль Посмотрим Кстати Что еще В этой Комнате Может Здесь Будет Что-то Интересное Угол По-моему Был Вот Так Вот По-моему Если Я Не Ошибаюсь Видимо Нет Не Так Сейчас Еще Раз Посмотрю Да Угол Был Другим Эх Ладно Сейчас Заново Все Введем Что же Будет За Этой Дверцей Вообще Странно Конечно Мне казалось Что Он Прочитает Странно Вообще Вот так Вот Делать Зачем Литературу Не Всю Можно Прочитать Я Забыл Какой Был Угол Вот Даю По-моему Такой Ну Ладно Давайте Сейчас Попробуем Обе Модели Не Получится Так Другую Введу А Нет Все Верно Готовлюсь К бою Но Пока Что Тихо Спокойненько Ничего Нет И мы Находим Еще Один Ключ Да Это Ключ От Птичьей Клетки Помните Ту Птичью Клетку Из Предыдущей Части Где Билась Несуществующая Птица Да Как это Все Похоже На Сайлент Хил Да Давайте Я Еще Раз Еще Раз Все Таки В надежде Зайду Попробую Прочитать Он Не хочет Читать Ни справочник По ботанике Ни Вот Эту Книжку Которая Здесь У нас На полу Лежит Странно Почему Почему Не знаю Может Мы Что То Не Сделали То Есть Опять Что Это Не Указано Нигде Не Написано Зависит От Определенных Условий Я Читал Вот Видимо Такие Условия Такие Суровые Условия Так И Нам Нужно Спускаться На Первый Этаж Открывать Нашу Птичью Клетку И Там Будет Еще Один Ключ То Есть Сколько Тут Задачек С этими Ключами Я вам Скажу Очень Очень Много Так Мы находимся Где А В предбаннике Как всегда Сейчас Наверное Опять Медсестрички А Нет Удивительно Тихо А Где Нас Ждала Птичья Клетка Я Ошибаюсь Наверное Но Может быть Здесь Может быть Здесь Ой Вот Это Да Я Отсюда Уйду Нафиг Это Какой-то Кошмар Видали Как Зашли Хорошо Я Зашел Удачно Так Сказать Обалдеть Три Медсестры Нас Тут же Напали Фу А Птичья Клетка Была Здесь Хорошо Я не Стал Отбиваться От них Хотя Может Там Что-то Было Ой Ну Вряд Честно Это Ключ Фалега Да Мы Взяли Ключ Фалега Фалега Наверное Сейчас Нас Медсестрички Встретят Веселые Нет Удивительно Только Там Три Штучки Было Так Дверь Фалега У нас Здесь Откроем Ее Куда Же Она Ведет Сейчас Узнаем И Нас И Она Ведет В Подвал Эй Эй Почему На нас Напал Призрак Почему На нас Напал Призрак На нас Никогда Не Нападал Призрак Помните Никогда Мы Всегда Их Просто Пугали И Они Уходили А теперь Он На нас Напал Вот Это Уже Совсем Другое Дело Итак На двери Выгравировано Имя Аратрон Итак Куда Куда Мы Попали Кажется Я знаю Дорогие Друзья Куда Мы Попали Мы Попали В Комнату Олесы Да Без Сомнений Это Комната Олесы В третьей Части Мы Тоже Здесь Будем На полу Рассыпаны Детские Рисунки Давайте Очень Подробно Ее Осмотрим Все Еще Детские Рисунки От Этого Хлама Мне Никакого Проку Да Это Комната Олесы На стене Висит Детское Платье На вешалке Лет Шесть Или Семь Девочка Примерно Такого Возраста Ну вот Видите Опять же Идет Отсылка К Шерил Хотя Это Не ее Комната Это Комната Олесы Потому что Видите Коллекцию Бабочек На стене Олеса Собирала Этих Бабочек И У нас Здесь Как видим На правой Стенке Не хватает В центре Одной Бабочки Большой Собственно Эта Бабочка И являлась Тем Мотыльком Которого Мы убивали Не так Давно Не так Давно Ничего Особенного Но мы Видим Детские Фотографии Посмотрим Какие Книги Тут у нас На полу Также Лежат Карты На полу И На стене Ничего Не вижу Ничего Особенного На стене Ничего Особенного Ну давайте Сохранимся Раз мы Попали в Такую Сейв Зону Конечно А теперь Видите Она уже Отмечена Как детская Не просто Нигде А детская Именно Посмотрим Открывается Ли эта дверь Она закрыта Для Хранения Души Твоей Даны Они тебе Исполни 5 обрядов Найди Судьбу Свою Да Да Я уже Догадываюсь Итак Давайте Откроем Наше меню И начнем Применять Те предметы Которые У нас Уже Так Мы кольцо Не можем Применить Ну ладно Которые У нас Уже Есть Мы Использовали Звезду Соломона Теперь Давайте Жезл Меркурий Используем И Что У нас Еще Осталось Так У нас По-моему Еще Три Предмета Да Осталось Почему кольцо Не применяется Вот это Я не знаю Наверное Оно там Не нужно Наверное Оно нам Для чего-то Другого Нужно Да Здесь Оно Не применяется Еще Какие-то Три Предмета Мы должны Найти Там В центре Я вижу Меч К сожалению Гарри Здесь Никак Не комментирует Собственно Практически Практически Никак Не комментирует Все Что тут Происходит Ну Не происходит Там Именно То Что он Попал В комнату Олеса Все стены Исписаны Кем-то И мы Опять же Видим Плачущую Шерил Под столом Но Шерил Ли Это Нет Скажу Я вам Это Не Шерил Это Леса Которая Очень Очень Похожа На Шерил Как раз Находящаяся В том Возрасте В котором Она Прибыла В Сайлент Хилл Поэтому Они Так Вот Похоже Пол Стены Испещены Надписями Это Анг Взять Его Да А я Думаю Это Ключ К одной Из Дверей Какая Страшная Комнатка Это Смотрите Все Изрисовано И Кстати На Двери Написано Помогите Никто Нас Тут Не Ждет Никто Нас Не Поджидает Давайте Посмотрим Что В Следующей А тут У нас Какой То Склад И Коробки С Челюстями Боже Мой Какой Кошмар Какой Ужас Фу Фу Смотрите На Коробке Ужас Какой Гадость Какая Бутылки Тут Всякие Разные И Куда Же Приведет Нас Дверь И Опять Пакетик А Теперь Уже Вместо Пакетика В Этом Мире В Этом Мире Лежит Пакет С Конфетками Ну Давайте Откроем Его И Что Же Будет В Пакетике Конфетки Наши Рассыпались И Там Был Ключ Ключ Бефора Или Бефора И Двигаемся Дальше Я не знаю Куда Эта Дверь Ведет Мы Конечно Ничего Не знаем Понятия Не имеем И Мы Вернулись К К Видеомагнитофону Интересно Работает Леон Давайте Попробуем Еще раз Еще раз Кассету Посмотреть Которую Мы Взяли Тогда Может быть Сейчас Будет Показываться На ней Что-то Другое Да Что-то Что-то Оставает Этого Движения Живого Я Не Оставлю Немного Теперь уже в нигде мы смогли посмотреть кассету. И теперь мы видим совсем другое. Теперь у нас четкое изображение. Это говорит Лиза. А ком она говорит? Ну, пока что еще карты не все раскрыты. Но, конечно, вы можете догадываться. Кому она говорит? Она говорит это Коффману. Потому что он был здесь главным. Он всем заведовал. И он Лизу не отпускал отсюда. Хотя она так мучилась и так страдала бедная. Ну, что ж, дорогие друзья. На этом я закончу прохождение 16 части по игре Silent Hill. Надеюсь, вам понравилось. Конец уже скоро. Уже совсем скоро. С вами был Гидон. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вступайте в группу ВКонтакте. И советуйте друзьям. Всем спасибо. И до следующей миссии. Субтитры сделал DimaTorzok